Ну, кино посмотреть можно вечером, а уже буквально 18 января можно отправиться на концерт, причем сделать это можно два раза, два концерта в один день, и плюс ко всему еще и с благотворительной целью. 18 января в 7 вечера и в 9 вечера в 19.00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра композитор и пианист Гия Личери представит два сольных концерта в сопровождении симфонического оркестра «Виво» из авторского альбома «Риторика». Музыка, идущая из глубины души, откроет вам новые грани мира чувств. Благодарительный концерт организован с целью оказания помощи в лечении 10-летней дочери дирижера Андрея Карапищенко. И, о чудо, о небеса, с нами на связи именно они, именно Гия Личери и Андрей Карапищенко. Доброе утро! Доброе утро! Ну, собственно говоря, я о концерте рассказал, но хочется все-таки от вас услышать, что же будет в этом концерте, и, соответственно, каким образом вы собираетесь успеть сделать два концерта? Это возможности технические или это все будете делать быстро? Я думаю, что будем делать быстро. Ну, имеется в виду промежутки между концертами, он у нас будет короткий, а на концерте мы не будем быстро делать. Так, как должно быть будет. Расскажите вот о том, почему именно этот альбом, скажем так, выбран в качестве материала для концерта, и о подготовке. Давно ли идут репетиции, как это проходит все? Насчет давно ли этот альбом, почему именно этот альбом, я его писал 12 лет. И вот мы его сделали, и какую-то часть мы запустили на площадке попробовать, как люди отреагируют на этот альбом. И когда там больше 10 тысяч скачиваний по всему миру произошло, то есть я понял, что все-таки есть успех у этого альбома. А дальше уже, соответственно, возникла идея создания этого концерта, потому что дирижеру симфонического оркестра, дочери дирижера, понадобилась помощь. Вот, собственно говоря, Андрей, да. Дальше пускай вот Андрей расскажет. Вы сказали, почему. Хотелось сказать, что у Георгия прекрасная музыка, и после того, как мы несколько номеров сыграли в разных концертах городских, мы понимали, что эта музыка дальше будет развиваться. И решили вот сделать такой концерт и в помощь моей дочери, и о том, что Георгия музыка должна звучать не только в Ростове, но и, думаю, в России на разных площадках. Вот у нас такой получился тандем. Андрей, вот Гия сказал, что 12 лет был в процессе написания альбом, то есть 12 лет человек готовился, и тут бах, и за довольно-таки короткий промежуток времени оркестру нужно все это отрепетировать, все это понять, все это впитать. Вот насколько сложно это сейчас вам дается, учитывая, что 12 лет человек писал этот альбом? Вы знаете, музыканты все профессионалы, все с высшим образованием, с опытом работы, и мы, как говорится, быстро вникаем в то, что ему нужно, композитору, его, и в течение всего процесса быстро-быстро-быстро раз, и получается то, что командой работаем, командой ежедневно встречаемся, обсуждаем. У нас не только музыка, у нас и клипы снимаются, видеоряд, у нас и свет будет на концерте, декорации, так что сложный процесс. Вы сказали о команде, я смотрю, вы сейчас, вы у кого-то дома, да? Это дома у Гии или у Андрея? Это вы правильно, я понял, что квартира? Просто я к тому, что вы настолько, по всей видимости, сейчас срабатываетесь, что даже работаете дома и приходите друг к другу в гости? Да, да. Именно так. Ну а где еще встречаться? Все везде закрыто, практически. Георгий, мы еще знаем, что этот концерт не просто благотворительный, а дважды благотворительный, потому что вы отдали какую-то часть билетов на безвозмездной основе врачам. Так ли это? Да, вот не то, что отдали, мы сегодня планируем передать около 50-70 билетов. А подскажите, по какому принципу вы подбираете медицинский персонал, которому вы будете отдавать эти билеты? Мы передадим их Министерству здравоохранения, и на их усмотрение, соответственно, будет они распределены. Они владеют цифрами, кто сколько, чего, кому лучше, кому хуже. Абсолютно верное решение, да. Пускай те люди, которые знают, кому отдавать билеты, те там тему отдают, как и мы знаем, с кем пообщаться на тему концерта. У нас на связи были композиторы-пианист Георгий Личели и дирижер Андрей Карапищенко. И, конечно же, хочется, во-первых, пожелать, чтобы все прошло так, как было запланировано, а во-вторых, хочется пожелать, чтобы все-таки вот таких вот мероприятий было побольше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.